всем привет сегодня с вами виллисов иван сегодняшнем видео как и обещал будем делать неправильный тюнинг выхлопа почему неправильный потому что будем делать выхлоп тише обычно все делают выхлоп громче чтоб пердела как следует чтоб соседи кидали кирпичами и плевались в тебя кидают виллы и кирпичи через забор когда проезжаю особенно вечером поэтому сейчас будем отпиливать эту банку распиливать ее еще на несколько частей и будем пытаться из нее сделать выхлоп немножко потише тут еще как бы есть траблы видео такого сварочного шва изначально это варил не я я заварил бы хуже в общем тут еще вот внутри что-то там во время последней покатушки по лесу что-то отвалилось и страшно громыхает в общем сейчас я думаю мы его открутим здесь здесь еще под пластиком одно крепление открутим снимем это я сразу отпиливаю возможно вот этот кусок трубы даже будет полностью новый возможно нет ну и буду наверное вставлять туда внутрь перегородки делать типа типа четверть волновой там или какой он глушитель но это наверно больше к двух так никам конечно относятся полу волновой четверть волновой в общем будем просто делать перегородки что скорее всего труба сначала пойдет куда-то до сюда здесь будет перегородка труба будет выходить в первую камеру то есть условно говоря вот так из первой камеры труба будет уходить допустим во вторую там или в третью камеру сразу из 3 камеры или за 2 уже наружу то есть камеры будет либо 3 либо 2 я пока еще не решил сейчас посмотрим что там внутри и будет более-менее понятно в общем демонтировал я глушитель немножко почистил его как-то вот так вот он выглядит судя по весу в нем внутри вообще ничего нету то есть ну обычно глушители типа прямоточные у них по центру идет труба перфорированная а вокруг там пространство вокруг трубы и до самой стенки проложена типа именно в минвата или стекловатой или там еще каким-то таким пористым поглощающим звук материалом судя по весу и по звуку банка вообще абсолютно пустая внутри но сейчас распилим распилю я думаю вот здесь пошел и посмотрим что там есть внутри да в общем то как я и предполагал внутри там абсолютно ничего нет полностью пустая банка я кстати довольно таки ювелирно распилил ну не везде конечно например вот здесь здесь вот такая вот еще как раз перегородочка но это перегородочка нас мало интересует на самом деле в общем сейчас по по вот этому профилю вот такую овальную надо будет вырезать наверное две или три стенки две или три стенки и соединять их между собой трубками чтобы получилось получилось получил получался чтобы переход между камерами и потом это все впуливать туда внутрь и обваривать ну и конечно приваривать туда к стенкам чтобы это там не дребезжало ну и вот эту вещь громыхающую тоже необходимо как-то закрепить после изготовления защиты двигателя кто не видел смотрим по подсказочки в углу остался лист металла из него и будем вырезать перегородки это я сейчас отсверлил заклепки от толпака задней части отсверлил заклепки эту часть сбил и оттуда еще выпала вот такая вот перегородочка она там не совсем понятную мне функцию выполняла когда-то в данный момент она там уже вообще ничего не выполняла потому что она отвалилась и просто лежала там и дребезжала поэтому я ее оттуда достал это я сейчас скорее всего заварю а вот из этой заготовочки она как раз почти входит туда куда должны входить наши перегородки ну то есть да вот она туда входит в принципе и даже и даже оттуда выходит в общем вырезал это не жопа и не сердечко это в общем получились два яйца вот таких вот они чуть меньше по размеру чем вот это вот плямбы которая нам теперь уже точно больше не нужно и они как-то входят туда в общем теперь мне здесь необходимо проделать отверстие здесь необходимо в одной проделать получается два отверстия во второй проделать одно отверстие как я это вижу давайте 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 проверим прав ли я пойдем к доске к нашей импровизированный ну допустим здесь вот нарисуем то есть грубо говоря вот у нас банка глушителя здесь у нас заходит здесь выходит то есть там двигатель там улице у нас будет две перегородки нам необходимо значит сделать что получается вот здесь у нас будет два отверстия раз два а где-нибудь вот здесь допустим будет у нас одно отверстие кажется я где-то ошибаюсь наверное нужна еще одна перегородка чего-то я пока не могу сообразить только как это должно быть то есть допустим у нас одна труба соединять будет вот так камеры а вторая труба у нас тогда должна будет нет у нас тогда должно быть немножко как-то по-другому у нас должна быть вот так трубка у нас должна быть вот так трубка и у нас должна быть еще где-то трубка наверно нам нужна еще третья плямба третья перегородка потому что если у нас будет три перегородки мы сможем сделать ну типа классический глушитель то есть у нас оттуда выходит сюда труба отсюда у нас выходит сюда труба и на улицу то есть газа у нас текут вот так а здесь у нас газы будут течь непонятно как у нас будет течь допустим сюда либо нам надо направлять внутри трубу прямо вот туда на выхлоп наверно будем так делать направим трубу на выхлоп сразу то есть это у нас труба пошла на головку она у нас будет заходить во вторую камеру из второй камеры у нас будет выходить в третью камеру а из третьей камеры у нас уже пойдет труба в первую камеру то есть вот так сначала во вторую потом туда потом сюда и потом на улицу вот как то так надо сделать у нас две перегородки значит здесь мы делаем одно отверстие во второй перегородке мы делаем аж целых три отверстия как-то так как-то так но вот эту трубу не обязательно делать сбоку мы ее сделаем посередине где-нибудь чтобы вот этого изгиба не было то есть чтоб сразу была прямая как-то так пойдемте делать так так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот что-то вот такое получилось страшное. Сейчас оно немножко остынет, и можно это будет засовывать туда внутрь. И обваривать. Как-то вот так оно там должно будет стоять приблизительно. Вот эта часть трубы, она будет заходить вот так туда. А тут дальше пойдет флейта. В общем, вот какими-то правдами и неправдами я это все туда запихал. Тут возникли по дороге некоторые трудности. Здесь была вмятина, здесь была вмятина. Если здесь можно было схватиться за ухо и маленько вывернуть, вытянуть, то вот тут была вмятина прям серьезная. И как бы далеко от края выстучить уже тоже трудно. Пришлось здесь привариваться, приваривать фомку. И маленько выламывая ее так вытягивать металл наружу. Получилось два отверстия. Сейчас их надо как-то попытаться аккуратненько заварить. Потом зачистить, прихватить. Вот это вот все чудо каким-то образом там внутри. И в принципе можно надевать колпак на место и обваривать. На самом деле не надо быть сварщиком, чтобы понимать, что варить вот такие вот вещи электродом, это идея прям архихуевая. Прям вот вообще от слова совсем. Но я как-то заварил его. С этой стороны получилось неплохо, скажем так. С той стороны я даже показывать не буду. Ну как бы это типа у нас лицевая сторона. В общем я его подзачистил немного. Он в принципе собранный. В общем сейчас попробуем его поставить, завести и послушать какой будет звук. Так, ну что товарищи, у нас такие что-то получилось. Я сейчас попробую. Ну как-то примерно так же я вроде бы снимал мотоцикл, заведённый плюс-минус на таком же расстоянии с этой же камерой. Ворота вроде тоже были открыты, насколько я помню. Сейчас попробуем завести, я потом сравню, в общем-то, попытаюсь сравнить звук, какой был, какой стал. Звук стал не то, что прям совсем тише. Он поменялся немного и вместо просто ревущего, как с прямотоком, он стал такой немножко более приглушённый. Но всё равно в принципе, то есть он не стал там таким, как допустим на каком-нибудь Racer Nitro, Ranger там или какой-нибудь типа Skyway, которые такие же моторы, но более развитая выхлопная система. Там как бы звук уже такой достаточно прилично уже глушится и напоминает альфа-подобный. А здесь, в общем-то, он всё равно громкий, всё равно пердящий, но гораздо тише, чем был. В общем, вот. Ну, я думаю, конечно, если бы более качественная подгонка деталей была, меньше щелей, ну и возможно, если бы ещё проложить, то есть обычно такие глушители с перегородками, они ещё вдоль стенок тонким слоем звукопоглощающего материала прокладываются и через перфорацию. В общем, если бы здесь ещё так сделать, было бы, конечно, звук был бы ещё мягче и тише, но в принципе я, в общем-то, доволен тем, что есть. В общем, сейчас я, наверное, это мракобесие покрашу, чтобы оно хоть как-то выглядело. Тут я ничего трогать не стал, потому что, ну, как я уже сказал, варить тонкий металл электродом – идея так себе. И здесь, в общем, я ничего шибко лучше бы намного не сделал. На этом на сегодня всё. Вот такой вот у нас получился беспонтовый неправильный тюнинг глушителя. Всем пока!